Всем привет, дорогие друзья и гости канала. Рад вас приветствовать на нашем канале. Сейчас вам расскажу, что у нас произошло за последние дни, когда мы не выходили в эфир. К нам вернулась зима. Зима вернулась так неожиданно и очень быстро. Сейчас на данный момент уже минус 7 у нас на улице. Это все сопровождается очень сильным ветром, порывистым. Падает снег. Ночью был не то дождь, не то град. Все, оно землю затрусило. Земля полностью как лед. В общем, под ногами водой. Пропал сегодня свет. Свет пропал где-то 3,5-4 часа. Света не получается. Инкупация наша снова под большим знаком вопроса. Но я снова не переживаю, потому что наши дни, которые с этим справляются. Но погода такая непредсказуемая. Сейчас начинает ветер все переменять. Летит небольшой снег и становится очень-очень холодно. Передык у минус 11-14 градусов. И все это меня пугает, потому что сопровождается оно очень большим и порывистым ветром. Если бы не было такого сильного ветра, то было бы оно намного спокойнее. А так как идет ветер, то, в общем, страшно то, что происходит вот с такой маленький небольшой роман. Не знаю, как у вас. Кто с каких областей, кто с каких регионов, можете написать, какая погода у вас. Будет интересно почитать. До этого у нас был плюс. Плюс был у нас хороший. Снег весь растаял. Под ногами была трава, болото. Они наши свободно гуляли по всему двору. Они сейчас гуляют, но, конечно, особо они уже выходить не хотят. Смотрю, что зашли в сарай, потому что поднялся ветер. А так гуляли они целый день практически по двору. Сейчас мы к ним перейдем. Посмотрим, что у них здесь делается. Здесь я выбрасывал старую подстирку, которая у них была. Они на ней вот так вот сидят. И выбирали они еще сено, то, которое я повыбрасывал. И с этой кучей они еще его собирали. Здесь вот им, смотрю, приносили очистки с овощей. Они их здесь перебирали. И у нас здесь вот стоит вода в тазиках, но она уже замерзла. Тазики с водой. Сейчас переставлю им в сарай. Буду наливать теплую воду, чтобы они пили. Спрашивали меня по поводу масок наших москусных уточек. У одних есть красные, у других есть более бледные, какие-то алые. Это совсем другая линия москусных уточек. Те, которые к нам приехали, новая кровь до наших мальчиков. Так что их видно даже по маске. Кто внимательно смотрит, кто давно с нами на нашем канале, то уже могут разбираться, какие утки у нас есть. Еще был у нас вопрос по поводу того, что лучше, москусная утка или гусь. Я сейчас дам свой ответ на этот вопрос. А вы, конечно, будете уже решать сами для себя. Что для вас оптимально в вашем варианте для содержания. Это гуси или утки. Я сейчас назову. Чем оптимальна для меня москусная утка и чем не подходит для меня гусь в условиях тех, что есть у меня. А вы уже будете смотреть на свои условия. Во-первых, чем для меня подходит москусная утка, то, что для нее не нужно большой выгул. И не нужно, чтобы под ногами была постоянно зеленая трава, которую они будут щипать. Хотя они не отказываются от этого. Их можно выпускать в сад. Их можно выпускать на огород. Их можно выпускать на выгул, там, где есть зеленая трава. Они с удовольствием будут ее щипать. Но гуси в этом нуждаются намного больше. Гусь без выпаса это не гусь. Во-вторых, москусная утка, то, что будет есть, у нее будет нарастать мышечная масса. Будет нарастать мясо. Если гусь будет съедать все то, что будет есть наша москусная утка, даже вот в данном варианте, то гусь будет набирать не только мясо, гусь будет обрастать жиром. И кто бы мне что ни писал, что это все зависит от породы, что это зависит от условий содержания, чем кормить. И не так много жира у гусей. Проверено на своем опыте. Было очень много разных пород у нас гусей. Были смешанные породы, были породистые. Была серая большая, датский легорд. Были у нас ландесы. Потом была у нас помесь. Были холмогоры. Гуси жрут и обрастают жиром. В буквальном смысле слова на них растет просто сало. Сало у них, вот взять моих три пальца, у моих гусей было вот такое вот сало. Оно было внутренним и было оно подкожным. Подкожное сало было на два пальца. Я вам врать не буду. Мы его и топили, мы его и замораживали. И до сих пор, несмотря на то, что у меня уже долгое время нет гусей, их жир лежит еще в морозилке. Конечно, то, что он целебный и то, что он нужен, никто не спорит. Но в таком количестве, как нарастает он на гусях, он не нужен. Плюс ко всему этому мускусная утка тихая. Гуси постоянно будут га-га-га, га-га-га-га-га-га-га-га. И будут они вот это вот свое га-га-га. Мускусная утка несет намного больше яиц, ежели несет гусь. Яйцо употребляем в пищу, если не инкубируем. Плюс мускусная утка немножечко больше приносит дохода. Востребована она инкубационным яйцом, востребована утятами. Продаются семьи от гусей. Большинство людей на данный момент уже отказывается, потому что нужен все-таки, как я уже сказал, выпас. И еще одна причина, вот это то, что они вот очень сильно га-га-га-га, которые не подходят и для самих хозяев, и для тех, кто живет с вами по соседству. Так что на это тоже нужно обращать внимание. Говорили мне, что я по поводу того, что лучше содержать гусей, либо уток гусей отправил в нокаут, но я вам рассказал свое мнение. А вы уже смотрите сами, что для вас лучше и что для вас оптимальнее, гуси или утки. Например, для меня это выгоднее всего мускусная утка. Даже если брать по размеру тушек, если брать по выходу мяса, то это тоже мускусная утка. Они намного лучше. Селезни практически как огромные большие гусаки, даже больше. У них нет жира. Это одна сплошная тушка мяса. Уточки тоже немелкие. И плюс ко всем этому они очень и очень тихие, что в большинстве случаев очень хорошо привлекает. Вот такие вот у нас красавцы и вот такие вот у нас красотки. Они все ядные, они тихие, спокойные, сами садятся на гнездо, высиживают утят, хорошо несутся, едят все и набирают хорошо вес. Так как я уже сказал, есть выпас, выпускаем. Нет, они спокойно обходятся и в вольерном содержании. Траву они потребляют так, как и гуси. Можно косить, можно нарывать, бросать. Они будут все это есть. Ну а тут каждый уже выбирает для себя. То ли гуси, то ли утки. Для нас это мускусная утка. Некоторые уже попрятались в сарай, а некоторые еще ходят здесь вот по улице. Сейчас я их загоню и, наверное, закрою им сарай, для того, чтобы не задувало, потому что очень сильный ветер. Сегодня мы их насильно загоним в сарай и закроем им дверь. Ну и, в общем, вот такие у нас новости. Еще приходила ко мне моя знакомая, та, у которой мы брали для себя собачку немецкую овчарку. Кто смотрит наше видео, видели у нас, как она росла. И до того, как у нас не подтвердилась у малого аллергия, она у нас была. Ну а потом нам пришлось ее отдать в новое хозяйство, в добрые, хорошие руки. Брали мы ее у моей знакомой. Это чистопородная немецкая овчарка. На данный момент у нее снова есть пополнение. Родилось 8 щенков, 6 мальчиков и 2 девочки. Они уже подрастают, им уже больше месяца. Возможно, кому-то нужна хорошая охрана, хороший верный друг. Собачки чистопородные, не агрессивные, очень хорошо подаются дрессуре. Спокойные и, в общем, держатся они дома. Очень и очень умные. Так что, возможно, кому-то нужна собачка, возможно, кто-то ищет. Приемлемая цена, чистота породы гарантирована. Если кому-то нужно, пишите в комментариях, обращайтесь. Днепропетровская область, Каменское. Приезжайте, смотрите и забирайте для себя нового друга. Ну, а на этом у нас все. Всем спасибо за просмотры, подписки, лайки, комментарии. Всем всего хорошего. Всем пока-пока. И до новых встреч. Будут вопросы, пишите. Инкубационное яйцо и утята открыта у нас запись. Многих интересуют семьи, но семей уже мускусных уток нет. Это будет уже ближе к осени, когда подрастет наш молодняк. Тот, который мы будем оставлять. И будем формировать. И только после этого будем продавать. А на данный момент уже у нас уточек на продажу нет. Так что, вот так. Всем всего хорошего. Всем пока-пока. Любите, будьте любимы. Делайте добро. Дорожите временем. Цените теми, кто рядом с вами. Дорожите тем, что у вас есть. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик и оставайтесь с нами. Пишите комментарии. Пишите комментарии. на сейдоре, купила? Пишите комментарии. Пишите комментарии. Продолжение следует... Продолжение следует...